Я-я-я-я-я Я-я-я-я Будет ли постановка молодежного театра с широко открытыми глазами участникам престижного областного фестиваля, критики пока умалчивают, ссылаясь на свою тайную кухню. Премьера этой пьесы тагильской публикой была воспринята неоднозначно. Некоторые высказывались за отмену постановки, увидев в ней слишком откровенные сцены. Однако спектакль был представлен широкому зрителю и теперь претендует на участие в конкурсной программе фестиваля «Браво». Любой спектакль отсматривают несколько человек, потому что у каждого может быть свое мнение. Фестиваль – это тоже своего рода такой творческий пазл, который складывается. И тебе может безумно нравиться спектакль, но ты понимаешь, какие еще спектакли попадают в афишу, и ты понимаешь, выиграть от этого спектакль или нет. А вообще создание какой-либо афиши – это тоже своего рода тайная кухня. В этом году фестиваль «Браво» будет особенным для тагильчан. Впервые за его историю церемония закрытия и награждения пройдет на сцене Нижне-Тагильского театра драмы имени Дмитрия Мамина Сибиряка. На финал приедут многие известные артисты Уральского региона, которые ничем не уступают столичным звездам. Кроме того, тагильчане смогут посмотреть и ряд фестивальных спектаклей. Мне кажется, что в любом фестивале важны даже не столько премии, а сколько вот этот театральный контекст, что было интересного в этом году в театрах. Чем театры живут, какие темы поднимаются, какие пьесы выстреливают, какие появляются новые звезды. Конкурсная афиша будет сформирована в конце февраля, а пока пожелаем успеха творческому коллективу молодежного театра. Наталья Стрелец, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова